здравствуйте мои дорогие зрители с вами здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика и у нас завершающий этап наших штанов гаммаж вот сейчас мы находимся видите у нас две вот такие вот детали вот теперь нам нужно сшить вот этот вот шов его да вот две детали с кармашками уже у меня с этим ростком все у нас готово теперь нам нужно соединить они остались у нас на спицах соединяем вот эти петли оставляю вернее спицы оставляем и начинаем сшивать вот задний день по задней детали совмещаем вот здесь вот сначала как бы средину и переднюю деталь таким вот образом мы сшиваем я это буду делать обычной иглой без никаких умных речей это единственный шов на всех гаммажах я хотела конечно сделать цельные ну как бы цель навязанные но все-таки решила этот шов сделать чтобы не усложнять чтобы как бы потому что уже очень все там потом заумно получается если все полностью джемпер у нас будет весь полностью цель навязанный вот вот таким вот образом я сшиваю весь можете сметать наметать как правильно сказать по русски вот и так вот сшивая я сшила этот шов вот теперь я перехожу на одни спицы перехожу на круговое вязание и вяжу резинкой 2 на 2 вот все все вот эти все вот эти петли которые у меня остались я вижу резиночкой 2 на 2 это и будет наш пояс вы можете ему связать двойной вставить резинку я потом дальше немного объясню я буду вставлять просто тоненькие резиночки которые я еще не купила но до конца видео я их куплю вот у меня он будет высокий высокая посадка у штаников вот так что у меня будет только резинка а вы если хотите на поясе делайте на пояс если у вас низкая посадка то делайте сам хотя с низкой посадкой тоже можно так вот сделать такую вот резиночку вставить тонкие резиночки в дальнейшем я покажу и и сделать с низкой посадкой оно во всяком случае не будет лишних уплотнений сейчас по кругу мы вяжем то нужной нам высоты так и вот где у нас ой последнюю петлю я не провязываю где у нас соединение вот вместе шва вот я вот эту последнюю петлю с этой половинки первую петлю соследую с другой провязываю вместе вот по узору и дальше продолжаю уже на одних круговых спицах резинкой 2 на 2 вязать поясок так девчонки вот я провязала вот смотрите сколько сейчас я вам ориентировочно скажу сколько это в сантиметрах тара тата 8 сантиметров у меня даже и не нет семь с половиной вот я на этом заканчиваю петли все буду закрывать а вы смотрите вот видите можно сделать вот такую двойную резинку и продеть в нее резинку соответственно можно шнурок сделать ну в общем смотрите сами как вы хотите вот закрывать петли надо но достаточно свободно я еще все таки не купила резинку потом вам покажу резиночку как я продену вот чтобы пролезло через попу потом конечно будет такой волнистый кружевной край если очень свободно закрывать нож ничего не поделаешь потом мы туда проденем резинку вот край нам нужен очень такой податливый потому что мне не влезете потом так ну что девчонки находимся мы на финишной прямой вот мои штаники в принципе я довольна я уже одевала на себя на манекен я довольна вот надеюсь что вам понравится и вы тоже будете вязать пояс что хотела сказать вот закрытие петель вот то что я говорила что хорошенечко свободно закрывать и чтобы попа влезла без проблем и еще вот что я сделаю да ну именно я я вот купила такую резинку проделала ее иглу с большим ухом и по изнанке я пущу несколько таких как бы полос резиночек вот так вот у меня их будет так штук 4 ряда потому что я хочу чтобы она хорошо держалась чтобы можно было выше подтянуть ниже и чтобы она хорошо фиксировалась вот я сейчас пройдусь вот так вот да по чуть-чуть захватывает изнаночной стороны чтобы видно не видно было вот отлично и вот так вот по кругу в несколько рядов если у вас девчонки вы с подгибкой вяжите то понятное дело что в последнем ряду вы петли не закрывают я просто их зафиксируйте вот здесь вот за первый ряд резинки и вставите свою резинку тоже красиво очень будет вот смотрите вот такой вот пояс вот а я сейчас подащу и покажу вам результат я продела пять резиночек так вот оно тянется хорошо и возвращается на место то что я и хотела вот такой вот у меня пояс видите оно чуть-чуть перераспределить надо оно все выравняется в процессе так все девчонки остался нам джемперочек джемперочек будет я вам говорила вяжу его уже довязываю снимаю вот на очереди видео монтировать осталось все я с вами прощаюсь с вами была Вика школа рукоделия всем пока пока девчонки хочу вам показать на манекене смотрите по моему классно я довольна все еще раз с вами прощаюсь всем пока пока и